Вполне законный отъём денег у автолюбителей. Возле рынка Ночайковского повесили дополнительный дорожный знак. Вот только большинство автомобилистов как парковались в карманах у входа на рынок, так там и паркуются. Один из тех, кто попался, Альберт Чернов. В понедельник поставил вроде бы по правилам свой автомобиль, а в среду уже получил письмо счастья со штрафом в полторы тысячи рублей. Раньше можно было и вдоль этой улицы парковаться, и в карманах. Знак висел после. А сейчас знак передвинули. Для меня неожиданность получилась, что оказывается и на карманы он действует. Я думал, что нет. Альберт Чернов не один в своих убеждениях. 100% водителей, которые парковались в карманах у входа в рынок, пока мы проводили съёмку, считают, что они сделали всё по правилам. Ведь зачем тогда делать парковочный карман, если ставить туда машину нельзя? Как считать, бред? Если честно, да. А для чего тогда карманы нужны? Вопросы от местных. Вот. Поэтому мы просто вас как бы предупреждаем. Спасибо. Вы в курсе, что вы только что нарушили правила дорожного движения? Не в курсе? Нет. Вроде, по идее, припарковались в кармане, несмотря на то, что знак есть. Здесь машина, все фотографируют, а потом вам придёт штраф. Штраф, кошмар. Надо убирать тогда. Мы предупреждаем, мы не штрафы уже. Просто обращаемся. Спасибо. Абсурдная ситуация. Получается, парковочный карман есть, а ставить свой автомобиль там нельзя. Значит, чтобы предупредить автолюбителей, необходимо либо ликвидировать карманы, либо поставить соответствующий знак, что парковаться в них всё-таки можно. Вот только с правилами дорожного движения не поспоришь. А там чётко прописано, если знак «Стоянка запрещена» стоит, то хоть поле в несколько гектар свободное рядом, парковаться всё равно нельзя. В том случае, если установлен запрещающий знак, ограничивающий парковку или стоянку, то в данном случае, в данном месте останавливаться, либо оставлять своё транспортное средство запрещено. А распространяется ли действие знака на парковочный карман, если он в зоне действия знака находится? В любом случае, если дорожный знак установлен, независимо от обустройства уличной дорожной сети, он распространяет своё действие в рамках требований правил дорожного движения. Установкой дорожных знаков занимается администрация города. Там нам пояснили, дополнительный знак для водителей разместили не просто так. Необходимость в этом была. Так как напротив рынка существенно обновили сквер на Чайковского. Его посещение, в том числе детьми, увеличилось в разы. В конце августа было принято решение установить дополнительный знак, обрещающий стоянку у входа на рынок на Чайковского. Поэтому в целях безопасности пешеходов это было сделано. Для автовладельцев сохранена парковка по левой стороне улицы Чайковского, но тут ближе к скверу. Просто надо, наверное, всё-таки ориентироваться не на историческую память, а на реальную дорожную обстановку, на знаки, которые установлены дорожные, и на разметку дорожную. Припарковался по старинке, штраф полторы тысячи рублей. Нарушение фиксирует специальный автомобиль. По городу два таких колесит. В ГАИ сообщают, только в одном Владимире ежедневно фиксируются от 200 до 500 нарушений правил остановки стоянки автомобилей. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.